Привет, друзья! Корчевников Борис Вячеславович, известный в России телеведущий, журналист, актер. С 2010 года член Академии телевидения в России. Наверное, среди телезрителей нет того, чтобы сказал, что ни разу не слышал имени Бориса Корчевникова. Этот журналист и актер, буквально за несколько месяцев своей работы, в качестве телеведущего, смог завоевать любовь многотысячных поклонников, зарекомендовав себя как тактичную и чуткую личность. В эфире своей передачи он с легкостью, создает атмосферу искренности и доброжелательности, что в свою очередь значительно повышает рейтинги проекта. Еще одним местом работы этого мужчины стала должность руководителя на православном канале. Борис Вячеславович родился 20 июля 1982 года в городе Москва. Ирина Леонидовна, мама будущего журналиста, была заслуженным работников в сфере культуры, много лет проработав в Мухате. Вячеслав Орлов, отец мальчика, занимал должность руководителя в театре имени Александра Пушкина. Мужчина оставил супругу еще до того, как родился его наследник и вернулся только тогда, когда его ребенок достиг подросткового возраста. В первые годы своей биографии маленький Борис много времени проводил на работе у матери в театре. По этой причине он, зная всю жизнь за кулисе, совершенно не боялся сцены, когда нужно было выйти к зрителям. Когда Корчевникову исполнилось 8 лет, известный постановщик Олег Табаков спросил у него о его желании связать жизнь с миром театра. С этого времени будущая звезда часто получал роли в постановках, среди которых самыми значимыми были дорогие мои, хорошие и Борис Годунов. В то же время в планах молодого человека не было желания всю свою жизнь посвятить театру. В своих мечтах он видел себя известным журналистом. К ней он приблизился, будучи одиннадцатиклассником, когда принял предложение стать ведущим телевизионного проекта «Там-там новости», которое периодически транслировалось на телеканале РТР. Когда он стал немного старше, ему предложили место репортера в передаче для молодого поколения под названием «Башня». В выпускном классе Борис Вячеславович долго решал, какой из вузов ему выбрать. В итоге он остановил свое внимание на МГУ и школе-студии МХАТ. Впоследствии он выбрал первый вариант, где стал студентом факультета журналистики. Сотрудничество с известным каналом НТВ началось в биографии Бориса, когда он был еще студентом. На тот момент он одновременно готовил сразу по несколько репортажей, которые попадали в самые разные телепрограммы. Самыми известными из них были на Медне, сегодня и профессия. Тогда из молодого человека просто бил фонтан энергии, что позволяло ему вести сразу несколько разнообразных проектов и одновременно учиться у разных мастеров своего дела. Впоследствии о своих маститых преподавателях молодой журналист отзывался только с восхищением. Его работа на телеканале продлилась 7 лет, после чего в 2008 году его переманили на СТС. Там он получил возможность самостоятельно вести проекты документальной направленности, а через некоторое время занял место ведущего на познавательном проекте «Хочу верить». Всего за два года плодотворной работы телезрители смогли посмотреть 87 выпусков. Кроме того, молодой мужчина продвинулся по карьерной лестнице, заняв кресло креативного продюсера. В 2013 год журналист и телеведущий сменил работу и принял приглашение на канал «Россия-1». Здесь ему предложили должность ведущего ток-шоу «Прямой эфир», которое к этому времени уже приобрело скандальную известность. К слову сказать, на своей должности он заменил Михаила Зеленского. С появлением Корчевникова на программе ее формат сразу же изменился, при этом рейтинги значительно увеличились. Как позже признался сам Корчевников, рассказывая об опыте работы на данном проекте, ему было достаточно любопытно наблюдать за приглашенными в студию гостями, называя студию «Ареной страстей». В эфире часто случались скандалы и конфликтные ситуации, одна из которых между Никитой Джигурдой и Борисом чуть не завершилась дракой. Через четыре года Корчевников, отдав свое место Андрею Малахову, объявил о своем уходе с канала. Телезрители были возмущены таким поворотом, так как пришли к выводу, что руководство пытается пропихнуть новоявленную звезду. Здесь конфликт разрешил сам Корчевников, продемонстрировав свои дружеские отношения с преемником. Впоследствии Борис Вячеславович даже появился на телепроекте в качестве гостя Малахова. Окончательно поклонники звезды телевидения успокоились после того, как в октябре 2017 года на телевидении появилось новое ток-шоу под названием «Судьба человека», ведущим которого стал любимец публики. В эфире этого проекта знаменитые гости рассказывают подробности своей личной жизни и творческого пути. Со слов самого ведущего становится понятным, что он искренне переживает каждую историю своего гостя. Между съемками и подготовкой к данному проекту журналист успевал работать над программой «Далекие близкие», которая, к слову сказать, не получила ожидаемых высоких рейтингов, а потому в 2019 году ее попросту закрыли. Борис Корчевников никогда не любил афишировать свою личную жизнь, зато на просторах интернета можно найти упоминание о модели Ане Одеговой, которая позиционирует себя как бывшую возлюбленную известного телеведущего. Они вместе учились на факультете журналистики в МГУ и якобы встречались на протяжении нескольких лет, после чего ведущий позвонил Ане и сообщил о расставании. С тех пор прошло уже больше 12 лет, но Ана периодически размещает на своих страницах, в социальных сетях совместные фотографии с Борисом, не забывая упоминать о том, что он ее бывший жених. При этом отношения Аны Одеговой к Борису колеблются от ненависти до любви и обратно. В комментариях к одной из фотографий Ана Одегова упомянула о том, что расстались они из-за мамы телеведущего, которая была против их отношений. С Анной Сесиль Свердловой известный ведущий познакомился в церкви, которую посещал. По мнению Бориса Корчевникова, девушка была невероятно чистым и светлым человеком. Она появилась на светлую во Франции, воспитывалась в России в очень религиозной семье. До семилетнего возраста она даже не знала, что такое телевизор. Молодые люди очень быстро прониклись симпатией друг к другу, у них было много общих интересов, в том числе одинаковые взгляды на вопросы веры и благотворительности. На протяжении почти восьми лет влюбленные встречались. Некоторые источники утверждают, будто Борис Корчевников и Анна Сесиль Свердлова даже успели официально расписаться. Но сам телеведущий отрицает факт своей жениться. Он видит причины своего расставания с любимой девушкой именно в том, что они так и не обвенчались и не обзавелись потомством. Инициатором разрыва стала Анна, а друзья пары упоминали о том, что причиной была работа Бориса. Якобы девушка не одобряла участие ведущего в телепроектах, которые пробуждали в людях низменные чувства. В частности, Анна с особым неприятием относилась к ток-шоу «Прямой эфир». Сам Борис Корчевников считает, причина их расставания именно то, что он вовремя не сделал шаг к созданию семьи. Впрочем, он уже давно решил, если не сложилось, значит им просто не суждено было быть вместе. Но при этом ведущий не раз отмечал, что он всех девушек сравнивает теперь с Анной. Благодаря ей он понял, что самое главное в женщине – чистота и верность. Именно эти качества он, в первую очередь, хотел бы видеть в своей будущей жене. Борис Корчевников по-прежнему мечтает о семье и детях, но вот свою половинку он искать давно перестал. После перенесенной операции по удалению опухоли в голове ведущий, старается следить за своим здоровьем и пока живет вместе с мамой. Коллеги и друзья ведущего уверены, построить вторую половинку ему мешает чрезмерная загруженность на работе. При этом многие отмечают, что избранница Бориса станет самой счастливой женщиной на свете. Он очень открытый, добрый и никогда не носит камня за пазухой. По мнению представительниц прекрасного пола, в ведущем есть все для того, чтобы стать прекрасным семьянином, заботливым отцом и верным мужем. Телеведущий уверен, что мечта сбудется, если ее просто отпустить. Поэтому сейчас он все силы отдает работе и часто посещает церковь. Он верит, что Господь обязательно подарит ему встречу с его единственной женщиной. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.